Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет мы сегодня завершаем чтение книги Иисуса Новина. Книга Его Шуа, 24 глава. И собрал Иисус все колена Израилев в шхем. Шхем, сихем в русском переводе. Это то место, где Господь явился Аврагаму и обещал ему, что его потомки будут благословлены, и в нем благословлятся все племена земные, все народы земли. Древние авторы, в частности, Иосиф Лавий, считают Авраама, Авраама, о котором дальше будет идти речь, в 24 главе, считают его первым человеком, который восстал против идолопоклонства. Идолопоклонство, там, в Междуречье, Авраам вышел из дома своего, от родства своего, от всего отказался. Отец его был фабрикантом идолов, изготовителем. Авраам все это бросил, оставил, восстал против идолопоклонства и пошел, не зная, куда идет. Отец всех верующих называет его Новый Завет. И вот туда, в Шхем, в Сихем, в эту очень важную, веянную славу Авраама, и славу Иакова, кстати, который построил в Шхеме, жертвенник Богу Всевышнему. Вот туда, в Шхем, собирает Иисус все представители всех колен Израилевых, старейшин, начальников, судей и надзирателей его. И они, как сказано, предстали пред Бога. То есть, там было святилище, священное место, жертвенник, сохранился или нет, неизвестно построенный, Яковом сооруженный, о чем мы читаем в книге Бытие. И сказал Иисус всему народу. Дальше начинается вторая и заключительная предсмертная речь Иисуса Новина, которая обозревает духовный смысл произошедших всех событий, всю духовную историю от Авраама. И сказал Иисус всему народу. Так говорит Господь Бог Израилев. За рекой жили отцы ваши. Прямая речь Бога, озвучиваемая Иисусом. Издревле. Фарра, Терах, отец Авраама и отец Нахора. И служили иным богам. Служил иным богам отец Авраама, Терах. Служили братья его. И вообще все поколение Авраама занимались идолопоклонством и служили иным богам. Но я, продолжается прямая речь Бога, взял отца вашего Авраама из-за реки, из-за реки Прат и Фрат, и водил его по всей земле Кнаанской, и размножил семя его, и дал ему Ицхака. Ицхаку дал Якова и Эсава. Эсаву дал Ягору Сеир в наследие, и Яков же и сыны его перешли в Египет. Вот это обзор истории всех поколений, от Авраама до поколения Иисуса Новина. И дальше продолжается. Сразу же происходит переход к истории, связанной с Моисеем и Исходом. «И послал Я Моисея и Аарона, и поразил Египет язвами, которые делал Я среди его, и потом вывел вас». Кстати, это не единственный обзор священной истории, древней истории, связанной с патриархами, с Авраамом, а потом с Моисеем, Исхода, и дальше события, связанных с историей Исхода, и странствования по пустыне. Мы в псалмах встречаем, в исторических псалмах такой же обзор. Мы встречаем книги пророка Осии, в других книгах пророка Михея и в других книгах Священного Писания встречаем обзор и интерпретацию исторических событий, не всегда соответствующих, прямо соответствующих тому, о чем мы читаем в Моисеевом законе. Но здесь, в книге Иисуса Новина, в общем-то, все соответствует тому, и оценки соответствуют, события и оценки соответствуют тому, о чем мы читаем в книге Бытие, в книге Исход, в книге Чисел, в Пятикнижии Моисеевом. «И вывел отцов ваших из Египта и пришли к морю». Имеется в виду Красное море, по-славянски Чермное. «Тогда египтяне гнались за отцами вашими с колесницами и всадниками до Чермного моря. Но они возопили их Господу, и Он положил тьму между вами и египтянами и навел на них море, которое их и покрыло. Глаза ваши видели, что я сделал в Египте. Потом много времени пробыли вы в пустыне. «И привел я вас к земле амореев». Амореями здесь названы, не только здесь, но в других местах кое-где тоже, названы все хананейские народы. «Привел к земле амореев, живших за Иорданом. Они сразились с вами, но я предал их в руки ваши, и вы получили в наследие землю их, и я истребил их пред вами». Речь идет о Заярдании. Собственно, не самой земле обетованной, а в Заярдании, где жили народы, и не только амореи, какие-то амореи, может быть, тоже встречались, но главным образом там жили близкие, достаточно родственники израильтян, это муавитяне и аммонитяне. Вот дальше в девятом стихе описывается история, вспоминается точнее кратко история, связанная с Валаком и с Биль-Амом, как Балак, царь Моавитский, нанял вот этого самого колдуна, волшебника, мага, в общем, Биль-Ама, Валаама, чтобы он проклял израильтян. Но вместо этого он благословил. Все это описывается в 22, 23, 24 главах книги Бэмидбар, книги Чисел. Здесь Иисус Новин, сам Господь, вернее, напоминает через Иисуса Новина всем израильтянам об этом удивительном событии. «Восстал Балак, сын Сепфоров, царь Моавитский, и пошел войною на Израиля, и послал и призвал Биль-Ама, сына Биорова, чтобы он проклял вас». Биль-Ам, так звучит имя Валаама в оригинальном еврейском тексте. Вспоминается эта история. «Но я не хотел послушать Биль-Ама, и он благословил вас, и я избавил вас из рук его». Никакие подарки, никакие взятки, ничто не способствовало тому, чтобы исполнилось желание Биль-Ама и желание того, кто его нанял, желание Моавитского царя Балака. Ну, и сам Биль-Ам тогда говорил Балаку, «Я бессилен, я ничего не могу сделать, я произнесу то, что мне Господь Всевышний сам вложит в мои уста». И вместо слов проклятия Господь вложил ему, Биль-Аму, против его воли, слово благословения, благословение Израилю. И это благословение содержало, между прочим, и мессианские пророчества, как мы помним, когда Биль-Ам вдруг пророчески говорит о звезде от Иакова, которая воссияет, вижу, говорит его, но еще не близко, восстает звезда от Иакова, мессианское пророчество, которое указывает на мессию грядущего Избавителя. И вот там, в этой истории, в этой книге чисел, где все это описывается, мы читаем об этом удивительном событии. Здесь эти события, описанные в книге чисел, вспоминаются в предсмертной речи Иисуса Новина. Господь всемогущий, Он может заставить пророчествовать любого. Даже ослица может заговорить человеческим языком. Даже враг Израиля, нанятый, сребролюбец, Биль-Ам, волх, колдун, может вместо проклятия по воле Божьей произнести, помимо своей воли произнести в адрес Израиля благословение. Все это было чудесным образом совершено Богом, когда Израиль странствовал по пустыне, и когда это странствование подходило уже к завершению, когда Израиль стоял, по сути говоря, на пороге земли обетованной. Описываются события дальше. Вы перешли Иордан и пришли к Иерихону и стали воевать с вами жители Иерихона Амареи, Ферезеи, Хананеи, Хитеи, Гергесеи, Евеи, Евусеи, все семь хананейских народов, но я предал их в руки ваши. Здесь уже вспоминаются события, о которых говорится в самой книге Иисуса Новина в ее начальных главах. Я послал пред вами шершней, которые прогнали их от вас, двух царей Амарейских, ни мечом твоим и ни луком твоим. Вот тут опять упоминаются какие-то царей Амарейские и, между прочим, упоминаются шершни или осы. Блаженный Ироним вульгата переводят через осы, веспас. Хотя в исторических частях книги Иисуса Новина и также в книге чисел мы об этом читаем, не находим этого. Поэтому многие авторы в частности говорили, что здесь слово шершни или осы или шмели это метафора, образное такое обозначение израильских врагов. в частности в частности в частности да, вот это слово цир-а, которое переведено здесь через шершни, оно встречается в книге Исход в 23 главе, в книге Второзакония также в 7 главе. И древними оно обычно действительно переводилось как осы или как шершни, но некоторые средневековые иудейские писатели в частности Ибн Ханох или Ибн Эзра известные средневековые иудейские комментаторы они видели в этом указание на какую-то язву или болезнь. Вот Абарбанель Дон Ицхак Абарбанель живший в 15 веке в Лиссабоне иудейский комментатор переводил это слово через паника. Вот это слово цир-а переведенное у нас через шершни, оно Абарбанель переводил его словом паника. Современный экзегет Нойфельд, основываясь на древнем понимании, видит в этих шершнях метафорическое обозначение военной силы. Я прочту еще одну, приведу цитату из Августина Блаженного. Вот что пишет великий учитель церкви Блаженный Августин. Что значит, что Иисус Новин среди прочего, совершенного Господом для защиты Израиля, напоминает, «Я послал пред вами ос, веспас, которые прогнали их от вас». О том же самом читаем в книге «Премудрости Соломона», 12 глава. «Однако, среди исторических повествований мы нигде не находим описаний чего-либо подобного», замечает латинский автор. Может быть, священный писатель хотел словом «осы», веспас, сказать в переносном смысле о достаточно мучительных жалах страха, возбуждаемого скоро распространяемыми известиями, терзавшего и заставлявшего бежать. То есть страх, по сути, здесь перекликается с комментарием Дона Ицхака Абарбанеля, иудейского, португальского автора. Цитата, которую я привел, это из вопросов на книгу Иисус Новина. «Квастионас ин езум наве», 28 вопрос. Достаточно, мне кажется, интересный комментарий и у Августина, и у Абарбанеля. Таким образом, в Шершнях или в этом Цар-А они видят метафору непрямо. Понимают. «И дал я вам землю, 13 стих, над которой вы не трудили, над которой ты не трудился, вам и ты часто во второзаконии, в дефтерономических текстах, именно, особенно во второзаконии, вот это, кстати, один из признаков того, что в книге Иисуса Новина мы встречаемся с дефтерономической историей, не только идеологией дефтерономической, но и сам образ выражений тот же самый. И использование местоимения в одной фразе заменяются я на вы, и я на переходит вы к ты, и ты вы, здесь ты, понятно, это коллективное, а та, вот, обозначающая весь народ, вот здесь вот в одном предложении, я дал вам, над которой ты не трудился, типичный для второзакония, типичный для второзакония внезапная смена местоимений, множественного числа на единственное. И города, которых вы не строили, и вы живете в них, из виноградных и масличных садов, которые вы не насаждали, вы едите плоды. То есть, хананеи посадили, а кушают израильтяне. Это все за верность Господу. И впредь будет так, если народ будет продолжать слушаться своего Бога. Итак, бойтесь Господа и служите Ему. В предыдущей главе мы читали любите Господа Бога. Ваши слова, собственно говоря, бояться Господа, служить Ему, это и значит Его любить. Служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою, и в Египте ослужите Господу. Вот здесь интересно. Мы выше чуть-чуть в предыдущих стихах мы читали, что отец Авраама Терах, Фарра, служил иным богам за рекой, за Ефратом. А вот о том, что евреи в Египте служили иным богам, каким-то божествам египетским. В Пятикнижии Моисеевом об этом мы не читаем. А вот здесь, однако, говорится, это какая-то новая черта истории египетского рабства, здесь говорится о том, что отцы евреев, отцы современников Иисуса Новина, то есть их предки, дедушки, прадедушки, служили, оказывается, в Египте тоже занимались седлопоклонством, служили иным богам. Вот теперь, говорит, отвергните, наконец, окончательно этих богов, а служите Господу. Вспомним заповедь Моисееву. Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, имеется в виду Ефрат, или богам Амареев, в земле которых живете. Хананеи, все семь народов названы здесь Амареями. А я, говорит Иисус, и дом мой будем служить Господу. Вот мое знамя, говорит Иисус Новин. Я и мой дом, то есть моя семья, мои дети, мои внуки, весь мой дом, весь мой род, весь мой клан семейный, мы будем служить Господу. Здесь священная имя, тетраграмма, юдгей, вавгей, четырехбуквенное имя, Господу, вот ему, Господу Богу, буду служить я и мой дом. А вы выбирайте, вы вновь оказываетесь перед выбором, говорит Иисус Новин. Уже его речь, уже не прямая речь Господа. Иисус Новин теперь увещевает своих соплеменников, свой народ. Говорит, выбирайте, хотите владеть этой землей, хотите получить Божие благословения, служите Господу, бойтесь Его, любите Его, вашего Бога, который вывел вас, Авраама вывел из-за реки, а вас всех вывел из египетского рабства. Будьте Ему верны, и будут вам благословения, и будете владеть этой землей. Или же выбирайте, не хотите владеть этой землей, тогда можете заниматься нехорошими делами и всяким идолопоклонствам. И что же отвечает народ? Мы читаем об ответе этого народа. И отвечал народ и сказал, нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам, ибо Господь Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал перед глазами нашими великие знамения. Книга Исход, книга Чисел говорят об этих знамениях. И хранил нас на всем пути, по которому мы шли, и среди всех народов, через которые мы проходили. Это говорят израильтяне второго поколения после Исхода. Те, кто были очевидцами тех событий Исхода, их кости пали в пустыне. Но это их дети. Отцы им рассказали, хранится предание, оно свежо. Совсем недавно, в предыдущем поколении все это было. И как же скоро, после смерти Иисуса Новина, народ обо всем этом забудет. Господь прогнал от нас все народы и амореев, живших всей земле. Посему и мы будем служить Господу, ибо Он Бог наш. Не просто Бог, а наш Бог. Он мой Бог, и я принадлежу Ему. Единодушно, единогласно говорит Израиль. Иисус сказал народу с грустью, наверное, невозможите служить Господу, ибо Он Бог святой, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Господь ревнитель, Он не потерпит соперников, не потерпит почитания кого-то или чего-то, божественной почести, воздаваемой кому-то или чему-то помимо его самого. И звучит предупреждение, если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам. И сказал народ Иисусу, нет, мы Господу будем служить. Иисус сказал народу, вы свидетели себе, что вы избрали себе Господа служить Ему. Вопросительный знак. Они отвечали, свидетели. Итак, отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое к Господу Богу Израилеву. Опять парадокс. Ведь это те самые люди, пред глазами которых пали иерихонские стены, враги, от которых разбегались как шерстни или как осы, можно сказать, прогоняли они полки чужих. И, казалось бы, эти же самые люди, они потом вроде как ненадежны, вроде как вот-вот изменят Господу и станут служить чужим богам. И Иисус Навин вынужден их увещевать, уговаривать, вопрошать, спрашивать, решайте, кому вы будете служить. Они могли бы сказать, ну как же, мы давно решили. Мы 30 лет с тобой здесь воюем, завоевываем землю, и ты нас вновь убеждаешь служить Господу, Которому мы и так служим. Но Иисус Навин пророчески уже видит, что они отступят от Господа. Едва он умрет, они ударятся в идолопоклонство. И поэтому он вынужден убеждать их, отвергните чужих богов. Не вы, так дети ваши отвергнуть должны их. И обратите сердце свое к Господу Богу Израилеву. Народ сказал Иисусу, Господу Богу нашему будем служить, и гласы его будем слушать. Торжественное обещание, торжественная клятва. Пройдет совсем немного времени, и народ нарушит свое обещание. И заключил Иисус народом завет в тот день и дал ему постановление и закон в шхеме. Есть очень важные термины в этом 25-м стихе. Во-первых, термин завет, брит. Брит — это союз, это компромисс. Как его за... Вот карат брит, заключить завет, это буквально рассечь компромисс, рассечь завет. Что это значит? Говорит, видимо, о древнем обычай, который существовал. Две враждующие стороны, заключая мирный договор, рассекали жертвенное животное пополам. Некоторые авторы говорят, что существовал даже обычай прохождения между частями рассеченного животного, жертвенного. И на основании этого заключался мирный договор, союз между какими-то, допустим, народами, царями или бывшими врагами. Господь заключил с Израилем мирный договор. Жертвы были принесены на Синая, подножие Синая. Народ вступил с Богом в совершенно особые, исключительные отношения, каких не было ни у одного народа земли. Отношение завета, отношение чрезвычайной близости к Богу, отношение регламентируемыми условиями этого завета. И вот здесь Иисус Новин заключает с народом вовсе не новый какой-то союз, не новый завет, не новый компромисс совершается, а обновление того самого Синайского завета. И когда мы читаем «И заключил Иисус народом завет в тот день», имеется в виду «обновил тот старый Синайский завет, уже заключенный и дал ему постановление и закон хок вемишпат». Здесь слово закон, здесь не Тора, а здесь вот эти термины «постановление и закон», здесь имеется в виду хок и мишпат, суд, заповеди, постановления, то есть не Моисееву Тору дал им Иисус, а вновь произнес, актуализировал заповеди, различные постановления Моисеевой Торы в шхеме, подчеркивается, в сихеме, в этом месте, о вейной славе Авраама. Памятью Якова, в сихеме, в этом духовном центре завоеванной земли. 26 стих. «И вписал Иисус слова сии в книгу закона Божия, и взял большой камень и положил его там под дубом, который подли святилища Господня». В шхеме было святилище Господне, жертвенник, который был построен еще когда-то, Яковом, потом вот он был обновлен, этот жертвенник, жертвенник Авраама, Якова был обновлен, видимо, при Иисусе на вине, вновь на нем были принесены жертвы, завет, жертвы обязательны в этом случае. И удивительно здесь сказано, что Иисус писал свои слова в книгу закона Божия, не куда-нибудь, а в Торат. И если в предыдущей главе мы читали об этой книге, она была названа «Сефер Торат Моше», книга закона Моисеева, то здесь говорится «Сефер Торат» и уже не Моисеева, а Божия, закона Божия. Это одно и то же. Закон Моисеев и закон Божий это одно и то же, просто разные названия одного и того же объекта, книга закона Божия, книга закона Моисеева. Он вписал эти слова туда, где были в тот же самый свиток, в который были вписаны слова его великого учителя и наставника Моисея. Если звучит прямая речь Господа, если Господь обращается через Иисуса Новина, эти слова достойны быть записанными в книгу закона Божия. Это и есть закон Божий. Устно прозвучавший записывается и присоединяется к словам Моисея, присоединяются слова данные Богом через Иисуса. Иисус преемник Моисея. Он такой же, как Моисей. Его величие неоспоримо. И берется камень, большой камень и кладется под дубом. Очень крепкое дерево. Дуб многолетний, много столетий может расти. Суровое, крепкое, надежное дерево. Таким образом, этот дуб многолетний является свидетелем обещаний народа. То, что народ обещал Иисусу и Господу служить Богу, полностью довериться Ему и отвергнуть чужих богов и служить только Богу, Богу Израилеву, который был Бог Авраама, Исаака, Иакова, который вывел народ из египетской земли. Этот дуб является свидетелем, крепкий свидетель, в отличие от народа, более надежный свидетель. И еще более крепкий свидетель камень. Камень может не только века, но и тысячелетия лежать на одном и том же месте и быть безгласным, молчаливым свидетелем всех событий, которые перед ним происходили. Перед этим дубом, перед этим камнем они как бы поэтически слышали эти клятвы Израиля. Перед этим камнем и дубом народ клялся быть верным Богу. И когда народ нарушит эти свои клятвы, вот этот камень, этот дуб будут немыми свидетелями этого нарушения. И сказал Иисус всему народу, вот камень сей будет вам свидетелем, нам, ибо он слышал все слова Господа, которые он говорил с нами. Он да будет свидетелем против вас, чтобы вы не солгали пред Богом вашим. Остерегайтесь солгать пред Богом вашим. Нарушите свою клятву, обещание, вы будете лжецами пред Богом. А этот камень, этот дуб будут свидетельствовать против вас, свидетели обвинения. И отпустил Иисус народ каждого в свой удел. Так завершается вот эта речь предсмертная, последняя речь Иисуса новина. после того, как эта речь завершена, священный писатель добавляет, отпустил Иисус народ каждого в свой удел. Этих вождей, этих старцев, этих надзирателей народных, представителей всех двенадцати колен, в данном случае уже девяти с половиной колен, заирданские уже отбыли, восвояси, отпустил Иисус и их тоже каждого в свой удел. В тот надел, который был распределен по жребию, каждый представитель народа ушел в свой удел, в свое колено, к своей земле, к своим пастбищам, к своим стадам. Дальше, в заключительных стихах, описывается смерть Иисуса новина и смерть первосвященника. После сего умер Иисус сын новин, раб Господень, будучи ста десяти лет. Вот сколько ему было? Сто десять. Он десять лет не дожил до возраста своего учителя Моисея. Моисей умер в возрасте ста двадцати лет. Причем силы его не ослабели, зрение его не потускло. А вот об Иисусе новине сказанной сам он о себе говорит, что он достиг преклонного возраста, он сам так считал. И священный писатель говорит, что он пришел в лета и собирается отойти в путь земли, то есть умереть. И вот наконец Иисус новин умер смертью праведника, оставив после себя память в народе добрую, вождь великий, израильский вождь, преемник, служитель Моисеев, он умирает. Интересно, что если у Моисея есть преемник Иисус новин, то у самого Иисуса новина преемника нет. И лишь внешняя военная опасность будет заставлять в этом поколении, в следующих поколениях израильский народ консолидироваться, объединяться и давать отпор внешнему врагу, агрессору, и как-то сдерживать эти центробежные силы между коленами. В предмонархическую эпоху, эпоху судей, каждая колена живет своей жизнью, удельные такие княжества своего рода, с традициями военной демократии того времени. Внешняя опасность враги, атакующие Израиль, будут объединять народ под какими-то внезапно возникающими, посылаемыми Богом, харизматическими лидерами, вождями, судьями. И эта долгая история продолжаться будет не одно столетие, целый ряд столетий, пока, наконец, израильский народ не захочет иметь царя, как у прочих народов, тем самым изменить Господу в своем роде, в политическом смысле, не желая, чтобы сам Господь царствовал над ним. Совсем другая история, это история первой книги царства, еврейской традиции, первой книги Шмоэля. А здесь Иисус Навин умирает, преемника у него, вождя Каудильо такого, дучи, который руководил бы всем народом, у него нет. Раздробленность меж коленами удельная ждет его народ. И духовное, и политическое, и военное состояние народа этого будет довольно плачевным. Об этом мы узнаем, перелистнув лишь одну страницу и перейдя к чтению книги Шофтим, книги Судей. Умер сказанный Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи ста десяти лет. И похоронили его в пределе его удела Фомна в Сараи, что на горе Ефремовой на земле от горы Гааша. На север от горы Гааша. Вот в этом колене Ефремово сейчас это автономная палестинская территория в святой земле гора Ефраима. На горе это целая цепь горная. На горе горы, холмы. Вот там точное место указывается на север от горы Гааша. Там был похоронен в темнат Сараи, был похоронен Иегушуа бен Нун. Дальше делается вывод. 31 стих. И служил Израиль Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса и которые видели все дела Господа, какие он сделал Израилю. То есть соратники Иисуса, вот это поколение вождей израильских, помнивших все то, что происходило во времена Иисуса и с ними самими, они оставались верны Господу. А значит, когда это поколение сменилось, мы можем сделать вывод, ну и подтверждение этому находим в следующей книге книги Судей, Израиль отступил от Господа. Ну вот пока был жив Иисус Новин и даже когда он умер, пока были живы его сподвижники, его соратники, вожди и воины, сражавшиеся за очищение святой земли Анхананеев, пока все эти события чудесные были в их памяти и они сами были их свидетелями, то все было хорошо, служили они Господу. А потом будет иначе. И кости Иосифа, которые вынесли сыны Израилев из Египта, схоронили в Шхеме на участке поля, который купил Иаков у сынов Эмора, отца Шхемова, за сто монет и которая досталась Вудем сынам Иосифа. Иосиф, Иосиф, как мы помним, в заключительной 50-й главе книги Бытия, Иосиф умер, был погребен, набальзамирован, погребен в Египте, но вот его кости были вынесены и погребены, были вынесены из Египта, об этом мы читаем книги «Исход», что тело Иосифа, набальзамированной в Египте, было вынесено и вот оно все время пребывало во время войн, которые израильские, израильтяне вели в Ханаане, оно пребывало с ними, с израильтянами, и вот, наконец, его можно было погрести. Оно погребено там, где сейчас арабский город Наблуз, в Святой Земле, новое название города Шхем, вот там, в Сихеме, пока похоронен Иосиф, погребены его кости. До сегодня. После сего умер и Элиазар, сын Аарона, и похоронили его на холме Финиеса, сына его, который дан ему на горе Ефремовой. Это заключительный стих 24-й главы книги Иисуса Новина, а вместе с ней всей книги Иисуса Новина. Элиазар был сыном Аарона, первый первосвященник был Аарон, брат, старший брат Моисея, а его сын Элиазар был вторым первосвященником, а внук Аарона и сын Элиазара, Финиес, точнее его имя звучит Пинхаз, он стал первосвященником после смерти своего отца Элиазара. Вот этот Пинхаз, который упоминается, возможно, тот же самый Пинхаз, что упоминается в одном из псалмов, он на горе Ефремовой похоронили Элиазара, сына Ааронова. Аарон-то умер давно, еще до того, как народ форсировал Иордан во время странствования по пустыне, А вот Элиазар, тоже поколение исхода, сын Аарона, он был погребен уже в обетованной земле, которая после ее завоевания уже не будет называться Кнаан, Ханаан, а будет называться Эра Цисравель, земля Израиля, на горе Ефремовой. Заключительные слова книги. Итак, книга Иисуса Новина завершается повествованием о смерти Иисуса Новина, коротким рассказом и упоминанием о смерти первосвященника. Политический вождь, военный и политический и духовный вождь, первосвященник умирают. Пять книг Моисеевых и книга Иисуса Новина образуют своего рода шестикнижие. Кстати, термин известный и древним церковным экзегетам шестикнижие, есть еще другой термин восьмикнижие. Вот, ну, без книги Иисуса Новина история патриархов и история Моисея, история пятикнижия Моисеева, она была бы незавершенной, а вот после того, как земля завоевана, Иисус Новин свою миссию выполнил, выполнил свою миссию и Аарон, и сын его или Азар, действительно перелистывается столица. Народ получил все обетования, которые были обещаны его древним праотцем, народ обладает землей ханаанской, народ успокоен от всех своих врагов, и какое дальше ждет его будущее, это уже совсем другая история. Дорогие друзья, хотел бы в завершение нашего цикла небольших наших мини-лекций, посвященных книге Иисуса Новина, порекомендовать, обратить внимание на мой небольшой комментарий, который как раз посвящен тоже этой самой книге. Первое издание моего комментария к книге Иисуса Новина, опыт историко-экзегетического толкования этой книги, был издан в издательстве Крутицкого Патриаршего Подворья в 2005 году. Второе издание книга претерпела не так давно, два года назад в издательском доме Познание она была перевыпущена. Вот отсылаю к этому комментарию, если кто хочет несколько расширить и узнать немного поподробнее о книге Иисуса Новина, о святоотеческих к ней комментариях древних церковных в общем о всем том, что невозможно было бы втиснуть, вместить в эти небольшие видео лекции, если кто-то хочет углубить свои знания книги Иисуса Новина, расширить свои познания в исследовании этой удивительной, замечательной, чудесной книги Иего Шуа, рекомендую вот мои скромные комментарии. Запись делается для библейского портала Экзегет. До свидания, друзья. До свидания,